Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я Елена Чернявская. Проблемы трудоустройства молодежи – актуальная тема в современном обществе, ведь они связаны с проблемами привлечения квалифицированных кадров и влияют на наше экономическое благополучие. А молодежь – будущее нашей страны, по логике, именно молодые специалисты должны быть наиболее востребованы при трудоустройстве. Одно из направлений работы Молодежного центра «Самарский» – организация занятости и трудоустройства молодых людей от 14 лет. Говорим на эту тему с моей гостью в студии Ольгой Юрьевной Петрухиной, директор Молодежного центра «Самарский». Здравствуйте, Ольга Юрьевна! Добрый день! Ну что же, для вас сейчас и для вашего центра «Самарский» горячая пора. Но давайте, наверное, начнем с новостей, что сейчас происходит в вашем центре. Действительно, для центра сейчас горячая пора, и очень много подростков в возрасте от 14 до 17 лет хотят проработать в летний каникулярный период. Это здорово. Мы за июнь, июль, получается, трудоустраиваем около 2000 человек. Это, конечно же, большей частью, скажем так, школьники. Если говорить о небольшой статистике, то все равно процентов где-то 60 – это подростки в возрасте 14-15 лет. То есть к нам идут, как мы говорим, малыши, ребят, которые получают самый первый профессиональный опыт. Конечно, ребята, кто 16-17 лет и уже, допустим, предыдущий период работали через молодежный центр, пробуют свои силы также и в ряде коммерческих организаций, которые сейчас с удовольствием принимают на рынке труда от 16 лет к себе в компании. То есть уже 16-летний и 17-летний с вашей помощью трудоустраиваются, либо самостоятельно? Они могут также к нам обратиться, но мы вот просто смотрим за некоторой статистикой, что в основном уже самостоятельно ищут работы через сайты о работе, печатные издания, или напрямую направляют при зимой в тельные организации и самостоятельно пробуют искать работу на летний период. Скажите, а вот чтобы вы посоветовали молодежи все-таки прибегнуть к вашим услугам, ну не зря же вы, да, столько лет успешно работаете, либо, как говорится, устраиваются самостоятельно, ведь при помощи вашей дополнительные какие-то бонусы, гарантии, верно? Ну, центр, конечно, молодежный центр Самарский реализует временное трудоустройство в рамках муниципальных и областных программ. И, конечно же, основная социальная задача всех программ – помочь подросткам получить первый профессиональный опыт. И, как мы говорим, те, кто вращаются в центр, в первую очередь, это некая тренировочная ситуация. Для подростка и для родителей, да. И здесь вообще мои рекомендации были бы направлены в то, чтобы родитель дал свободу подростку не только в выборе той или иной специальности, но и в сборе документов. Для чего это важно? Чтобы подросток ориентировался. Какие документы необходимы при трудоустройстве, да, как их собрать, да, куда надо обратиться, во сколько прийти к назначенному времени, да, то есть это некая дисциплина и правовая, и финансовая для ребенка. Поэтому мы всегда говорим, что это тренировочная ситуация. И если, конечно же, подростки начинают работать, приступать с 14 лет, то за, скажем так, возраст 14-15 лет уже накапливается некий багаж самостоятельности, да, то есть это подросток, который уже поработал в разных организациях. И, конечно, когда ему наступают 16-17 лет, то получается, появляется некая уверенность в своих силах. И почему бы не попробовать себя по тем или иным специальностям, которые предлагаются вообще в целом на рынке труда, да, сейчас есть, это и различные официанты, сеть там быстрого питания берут, это и различные какие-то творческие направления, где можно поработать и диджеем, и вожатым. Это, может быть, различные какие-то разнорабочие, садовники, да. То есть я к чему, что когда проходит через наш центр, подросток уже прекрасно ориентируется в том, вообще, что с ним заключается трудовой договор, что выплачивается зарплата, что период работы там прописывается определенным периодом, да, что существуют некоторые гарантии. Это очень важный момент. Поэтому я всегда за то, что можно попробовать, нужно попробовать через наш центр, да. Но, конечно же, если подросток чувствует в себе силу, хочет зарабатывать больше, хочет попробовать себя в каких-то разных профессиях, направлениях, то однозначно надо и попробовать самостоятельно поискать. Это же и опыт написания самостоятельного резюме, да, это и опыт прохождения собеседования, да. Мы очень часто в группе ВКонтакте даем и рекомендации, как пройти, например, собеседование, чтобы тебя взяли на работу, да. Чтобы тебя взяли, да, как не волноваться. Вот просто элементарные какие-то моменты. И, конечно, когда вот этот положительный опыт у подростка с 14 до 17 лет скапливается, то он к 18 годам очень уверенно выходит на рынок труда. Ну, вы сейчас затронули такую интересную тему, но вот вы говорите, чтобы давать самостоятельный выбор, как родителям и самому ребенку определяться и в том же сборе документов участвовать самостоятельно. Неужели это сейчас настолько такая проблема? Мне кажется, у нас сейчас современная молодежь настолько продвинутая, самостоятельная, умная, талантливая, что здесь возникают какие-то преграды и сомнения? Ну, к сожалению, да. Наблюдаем мы такие случаи, что очень часто подросток приходит, скажем так, за руку с родителем, или родители приводят, да, и родители контролируют не просто процесс сбора документов, похода к нам в центр, да, но и выбор организации, где подросток будет работать. Я, у меня два мнения на это. Я считаю, что первое мнение, конечно же, родитель должен принимать участие в выборе однозначно. Дома посидеть и поговорить, определиться. Абсолютно верно. Поделитесь своим опытом, родители, как вы первый раз работали, да, когда вы пошли на работу, как вы волновались, как вы выбирали, да, и, может быть, рассказать о тех ошибках, которые вы совершили, где вы были неуверены, что постеснялись спросить и так далее, да, таким образом вы можете поддержать. Периоды трудоустройства у подростков небольшие. Они от 8 до 10 рабочих дней. Это буквально 2 недели. То есть каких-то глобальных ошибок подросток не совершит. Это для родителей, скажем так. Да, потом же все происходит под контролем, естественно, под кураторством. Конечно, конечно. Здесь в любом случае назначается ответственный, в любом случае организация, которые принимают уже не первый год работают, да, то есть определенные. Знакомо с этой системой? Абсолютно верно. Просто когда родители контролируют весь процесс, поверьте, что в первый-второй день подросток просто теряется на рабочем месте. Он не знает, как спросить, что спросить, куда идти, да, потому что до этого, например, всю информацию узнал мама, а подросток был вообще просто летал в уроках. Он желает пойти, да, ну вот, к примеру, работать, как вы приводите, да, вот такие популярные направления садовником. Да ради бога, человек, если хочет быть на природе, пообщаться с растениями, в детский сад выбрал. Ну, господи, есть дети, здесь рядом и воспитатели. Ну, а когда его обращают в совершенно незнакомую и непривычную и отталкивающую среду, то вывод один, он просто не придет, наверное, на эту работу. Конечно, так же и мы в центре обращаем внимание, какой это подросток, да, если мы видим, что, конечно, тут такая очень аккуратная девочка или мальчик, который говорит, что люблю работать с документами, могу работать там в Орде, в Эксель, конечно же, мы стараемся, направляясь на должность помощника-специалиста, да, чтобы взаимодействие с работодателем на рабочем месте получилось хорошее, да, чтобы и подросток был доволен своим результатом труда или работодателем. Но если мы видим, что подросток подвижный, и мы сами понимаем, что с этим фронт, тот фронт работы, который предлагает организация, он не справится, ему будет тяжело, мы, конечно же, подбираем более какие-то там подвижные виды работ на свежем воздухе, да. Родителей пугают, может быть, название тех вакансий, которые предлагаются, и кажется, что они там непрестижны. Но давайте не забывать, что подростку 14 лет, и он не имеет профессионального уровня подготовки. Подготовки, да, и квалификации. Это в любом случае, согласно Трудовому кодексу, мы обязаны предоставить только легкие виды работ. А легкие виды работ – это такие, как садовник, подсобный рабочий, да, помощник специалиста, помощник вожатого. И здесь мы уже иные специальности юриста, экономиста, бухгалтера мы предложить не можем, согласно законодательству. Это вообще здорово, что ваш подросток изъявил желание и работает с 14 лет, там, или с 15 лет. Это идет в общий трудовой стаж. И в последующем, после окончания учебного заведения, там, высшего, среднего, профессионального, поверьте, что работодатель обратит на это внимание. И те подростки, которые больше вот социально активны, их сразу видно и в более взрослом возрасте, да. Видно, эти подростки уже умеют общаться, взаимодействовать в трудовом коллективе. Они умеют задавать вопросы. Ну что же, а в Самарском регионе действуют областные и муниципальные программы по временному трудоустройству школьников в свободное от учебы время. Заработать смогут подростки от 14 до 17 лет. Помогут найти рабочее место в молодежном центре Самарский. Подробности у Светланы Тимофеевой. София Афанасьева на летних каникулах решила не сидеть дома, а найти работу. Девушке предложили место помощника-специалиста в молодежном центре Самарский. Мне здесь очень нравится, потому что работа, ну, несложная. И у меня есть возможность уже почувствовать себя взрослой, поработать с людьми, с чем-то им помочь, проконсультировать. Даже у меня была такая возможность. Поэтому мне здесь очень нравится. Здесь же помогает разбирать документы и школьница Жанна Шарагина. 15-летняя девушка уже второй год сама зарабатывает себе карманные деньги. Хотелось бы занять свое свободное время какими-то интересными делами. Также работа в молодежном центре дает возможность уже с 14 лет получить трудовую книжку и плюс это заработок. Возможность заработать на каникулах и в свободное от учебы время дают областные и муниципальные программы. Служба занятости информирует и консультирует подростков о востребованных в регионе специальностях и профессиях. Подросткам предлагают несложные виды работ. Такие как помощник-специалисты, подсобные рабочие, уборщики, помощники садовника. Каких-то определенных приоритетов среди ребят особо мы не наблюдаем. Чаще всего ребят выбирают либо по близости к дому, чтобы это было очень близко, буквально 5-10 минут ходьбы, либо выбирают по интересам и готовы ездить, может быть, даже в другой район. Например, творческий ребенок, ему будет интересно детской картинной галереи, какой-то музей. Охотно приглашают ребят и промышленные предприятия. Охотно предприятия берут. Очень много предприятий, которые, скажем так, готовы расти свои кадры именно с нуля. Особенно промышленные предприятия, как правило, они проводят в первый день знакомства с заводом, с компанией. Проводят инструктажи, знакомят с музеем, с историей предприятия, знакомят с персоналом, прикрепляют какого-то ответственного или наставника. Всего в Самарской области планируют трудоустроить около 12 тысяч школьников от 14 до 17 лет. На данный момент уже работают около 5 тысяч. Желающие заработать могут позвонить в молодежный центр «Самарский». Там расскажут, как собрать пакет документов и проведут консультацию. Можно найти работу самостоятельно. Главное – оформить трудовой договор, в котором будут прописаны условия работы и размер заработной платы. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Скажите, есть ли возможность еще лето поработать у нас впереди август? Ну и, конечно, если задуматься о трудоустройстве осенью, какие документы нужно уже готовить сейчас? Ну, на август, да, нужно обратиться в центр. Можно непосредственно прийти, либо позвонить по телефону 262-52-47, либо 262-52-48. Вас проконсультируют, опять же, у возможностей их трудоустройства. Но в любом случае это уже будет вторая половина августа. И если говорить о трудоустройстве, свободное от учебы время, то подростки, которые относятся к трудной жизненной ситуации, то есть это те подростки, которые будут стоять на учете в органах системы профилактики, находиться под опекой. Также те ребята, которые никуда не поступят, да, ни в какое учебное заведение после 9-11 классов, тоже могут обратиться в центр. И мы, конечно же, первоочередно их трудоустроим, начиная с сентября месяца. Если говорить вообще о перспективах на следующий год, о чем мы говорим, мы просим, вернее, всех подростков заранее собирать и документы, и заранее обращаться в центр. Например, трудоустройство на июнь у нас всегда стартует с 1 апреля. То есть уже к 1 апрелю все-таки пакет документов должен быть, ну, приблизительно собран, да. Какие документы перечислите? Да, из документов необходима медицинская справка форма 086У. Она так и называется для абитуриентов и поступающих на работу впервые. Поэтому, когда, в принципе, идет учебный год, то ее легко попробовать сделать, эту справку, через школьного врача, школьные медсестры. Подросткам, всем трудоустроенных через наш центр, необходимо заказать справку об отсутствии судимости. Можно через госуслуги. Она сейчас приходит очень быстро, сроком до двух недель, прям в личный кабинет. Если нет возможности, через МФЦ, либо на полевой 4 в информационном центре МВД, справку с места учебы. Подросткам, кому 14-15 лет, сейчас столько заявлений, согласия родителей. Согласие органов опеки у нас отменено в этом году в июне, в середине с 13 июня. Бланк у нас на сайте тоже можно скачать. Ну и остальные документы, в принципе, как у всех работающих, это паспорт, СНИЛС, номер ННН, реквизиты для перевода на карту зарплаты. То есть, по сути, перечень небольшой, я считаю, его сделать доступно, легко. И можно сделать самостоятельно. Да, самостоятельно подростку, абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, Ольга Юрьевна, а вот дети, сироты и поддержка как раз социально незащищенных категорий, скажите, вот какая работа ведется именно с ними, ну и, конечно, почему вы уделяете этому особое внимание? У нас существует ряд отдельных проектов сейчас для ребят, которые находятся под опекой или проживают в государственных учреждениях. Ведем мы совместно с Боготворительным фондом «Хорошие истории». В рамках этого проекта с этими подростками проводится комплекс профориентационных мероприятий. То есть, мы выезжаем на экскурсии, они участвуют в различных вебинарах с известными личностями. С ними проводится комплексная психодиагностика, выдаются заключения. И также подбираются рабочие места, но рабочие места подбираются, скажем так, и в крупных федеральных компаниях. Это и учреждения, скажем так, сферы торговли, это и тоже промышленные предприятия участвуют. То есть напрямую, не в рамках нашей деятельности выплачиваются зарплаты, а эти организации напрямую выплачивают. Чем хороши такие проекты? То, что там готовятся заранее наставники, которые понимают, какая категория к ним приходит, ребят, они прям вот растят свои кадры. То есть, как сказать, больше внимания уделяется таким подросткам, больше каких-то образовательных программ для них проводится в компании. Поэтому я рекомендую те ребята, кто еще сомневаются и относится к трудной жизненной ситуации, относится все-таки к категории такой социально незащищенной, обратиться в молодежный центр, мы в любом случае порекомендуем, какие маршруты можно сейчас пойти для того, чтобы получить максимальную пользу. Это также касается и ребят, которые имеют инвалидность. Чаще всего, скажем так, некие барьеры существуют даже у родителей таких детей. Опять же говорю, что мы работаем с данной категорией много-много лет. У нас хорошая база работодателей, которые тоже понимают, какие ребята придут к ним. И поверьте, опыт показывает, что практически все 100% хорошо трудоустраиваются, не возникает никаких вопросов или каких-то конфликтных ситуаций, или что-то там ребенок такой чем-то не справляется. Нет, результаты просто, ну вот, хорошие, очень эффективные. Мы с вами заговорили про наставничество. Как известно, этот год объявлен годом педагога-наставника, и у вас есть проект, который так и называется «Наставник». Расскажите об этом поподробнее, ну и все-таки на что стоит обратить внимание, когда ребенок попадает вот в незнакомую среду, и здесь, как волшебник, появляется наставник. Действительно, мы тоже готовим наставников, вот именно на большей части, конечно, на промышленных предприятиях, тех компаниях, которые, скажем, большие, направленные, ну как сказать, более социально на рост своих кадров. Для них существует специальная программа. Опять же, она ориентирована на больше опыт взаимодействия с подростком, на научение подростка, то есть каким-то определенным знанием. Им дается подростку и наставнику, иногда дается даже о создании какого-то совместного проекта. Даже если это трудный подросток, стоит на учете в органах профилактики, чаще всего это какой-то творческий проект, да, и тоже по результатам подростки замечательные впоследствии общаются с такими наставниками, приходят на предприятие, с удовольствием идут на обучение потом по каким-то смежным специальностям, с задумкой вернуться в эту организацию в будущем. Ну что же, продолжаем разговор. Все-таки хотелось бы, знаете, еще услышать какие-то гарантии, что ли, может быть, преференции. Все-таки почему обращаться стоит в молодежный центр Самарский? Ну действительно, вот это счастливый билет для подростка, когда он сам решил пойти и поработать. Ну вообще, конечно, я еще раз повторюсь, наверное, стоит начать с молодежного центра, да, свой профессиональный путь, и особенно если сейчас смотрят ребят, которым 13 лет, да, нашу программу, советую на следующий год все-таки заранее подойти опять к выбору очень профессионально, и заранее собрать документы, и уже заранее обратиться для того, чтобы, ну, в июне, 1 июня уже на следующий год приступить к работе. Почему? Потому что, опять же, с подростком заключается трудовой договор, да, в трудовом договоре прописаны порядок трудоустройства, сроки, те трудовые функции, которые он будет выполнять, заработная плата, порядок ее счисления, гарантии, да, условия труда и так далее. Опять же, это прекрасная возможность подростку научиться взаимодействовать с работодателем. И уже, когда подросток понимает, как сказать, тот спектр документов, которые он подписывает, да, он понимает, что такое инструктажи, для чего он нужен, и он уже понимает, какие документы собирать и что предоставлять, да, то у нас очень часто бывает, когда заполняем личную карточку, многие дети даже не знают даты рождения своих родителей, да, то есть очень печальный бывает опыт. Но когда подросток впервые проходит этот процесс, и он видит, что этот процесс безопасный для него, что это, опять же, ему все рассказали, объяснили, что, как нужно делать. Я еще раз повторюсь, к 18 годам такие подростки подростки очень уверенно выходят на рынок труда. Очень уверенно. Потому что потом, когда уже они начинают... Потому что есть опыт положительный, как минимум, да? Конечно, конечно. Они уже, я говорю, умеют задавать грамотные вопросы, они уже понимают, какие документы должны быть, они уже понимают, какую работу они могут выполнять и как ее совмещать. Скажите, а сколько всего может поработать с подросток за летний период? Ну, вообще, за летний период, если подросток обратился до июня месяца, то может поработаться в июне две недели, в июле две недели, например. Или там сейчас в июле две недели, в августе две недели. В среднем, в совокупности, подросток один работает один месяц, если соединить. То есть больше нельзя? Если подросток относится к трудной жизненной ситуации, о чем мы говорили, да, под опекой, малоимущей семьи, многодетной семьи, да, то таким подросткам предоставляется возможность поработать гораздо больше. Но опять же здесь поговорим, да, про некую экологию детства и поговорим про то, что все-таки лето – это период не только занятости, но и отдыха, оздоровления для вашего подростка. Поэтому моя рекомендация, как бы, но родитель не хотел, чтобы подросток работал, там, подросток, все-таки соблюдать некую гармонию между трудом и отдыхом. Не забываем, что для подростка это тоже большая нагрузка. 16-17-летние ребята работают 7 часов в день. То есть это полный рабочий день вот наравне с вами. При этом его календарный учебный год был тоже занят обучением, какими-то дополнительными занятиями и так далее. Все-таки не забывать, что, может быть, вот этого месяца для первой нагрузки подростку будет достаточно. Ну, это вот мои наблюдения со стороны. Ну, и о самом приятном, о вознаграждении, которое может получить подросток. Сейчас зарплата выплачивается из расчета МРОД. Она составляет 16 242 рубля за полный отработанный месяц. Мы не забываем, что удерживается 13% подоходный налог, как у всех работающих граждан. Но подростки могут получить, вернее, получают материальную поддержку от центра занятий населения 2250 рублей за полный отработанный месяц. Ну что же, спасибо вам большое. Вот на этой ноте мы попрощаемся. Конечно, если есть желание пойти поработать, заработать свои карманные деньги, ну или на какие-то любимые предметы, пожалуйста, почему нет? Молодежный центр Самарский всегда приходит на помощь. Благодарю вас, Ольга Юрьевна. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город С. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин